Адвокат уже профессионал, квалифицированный юрист, так как государством установлен порядок проверки квалификации этого юриста на получение статуса адвоката. По сути, если сведения об адвокате имеются в реестре, считайте, что государство уже позаботилось и проверило его квалификацию. А проверить реестр вы можете на сайте адвокатской палаты региона. Там указано действующий это статус или лишен адвокат этого статуса или статус приостановлен по какой-то причине. Никаким юридическим фирмам или юристам не разрешено использовать слово адвокат для осуществления адвокатской деятельности. То есть, если вы пришли по рекламе в адвокатский офис, а с вами разговаривает просто юрист или договор с вами предлагают заключить какой-то ООО, утверждая, что у них есть якобы свои адвокаты. Это обман, потому что адвокатов в штате ООО не бывает. Вставайте и смело уходите. Как выбрать адвоката среди адвокатов? Ну, прежде всего, я бы посоветовал выбирать между ценой и качеством, как при выборе врача или еще чего-то другого. Рекомендации специалисты – это важно. То есть, если вам кто-то кого-то рекомендует. Обычно мы и так все делаем. Если нет рекомендаций, ну, смотрите сами в интернете, если у адвоката есть опыт по подобным делам, подобно вашему или нет. Довольно часто в адвокате есть в СМИ упоминания. Какое-то дело, допустим, похожее на ваше, он успешно вел и давал комментарии в средства массовой информации. Либо засветился на какой-то конференции или семинарии, либо писал научные статьи, где выступал по этой теме, либо просто в разговоре с адвокатом, когда вы с ним встречаетесь, он приводит вам сам примеры из своей практики. Вы понимаете, что человек разбирается. Я, например, всегда привожу примеры, так как доверитель должен знать, что бывает в похожих ситуациях. Это как шахматная партия. Очень много партий уже описано, и гроссмейстер знает их, а не собирается практиковаться на вашем деле. Но, как понятно, опытный адвокат не будет дешев, потому и выбирайте по карману. Если нет денег, то выбирайте по критериям личной симпатии. Ну что уж остается-то. Прочтите кодекс профессиональной этики адвоката. Там много чего написано интересного, что не должен делать адвокат в разговоре с вами. Ну, например, он не должен гарантировать результат или критиковать коллег. Это показатель порядочности адвоката, так что внимательно следите за этим. Важная вещь – гонорар успеха. Вы можете договориться с адвокатом на оплату по результату полностью или частично, в процентах или твердой сумме, но только не по уголовным делам. Там гонорар успеха невозможен. Но зато по уголовным делам государство может предоставить адвоката бесплатно. Что же касается почасовой оплаты, не стоит ее так пугаться. Часто бывает трудно определить объем работы по делу, и адвокат может предложить почасовую ставку. Согласуйте стоимость часа и каким образом адвокат будет отчитываться перед вами за работу. Ну, например, существует чисто правовая работа, стоимость которой дороже, а время ожидания в суде или дорогу в суд или копирование документов, вы не должны оплачивать как работу правовую. Это техническая работа, поэтому вы должны согласовать понижающий коэффициент. Например, цена часа технической работы, вот у меня лично, в три или четыре раза ниже работы правовой. Такой, как, например, выступление непосредственно в суде. И еще не старайтесь сразу менять адвоката, если вы проиграли первую инстанцию. Ваш адвокат должен уметь объяснить, почему это произошло, и разъяснить вам, какие основания для обжалования. Опять же, опасайтесь тех, кто гарантирует результат. Никто гарантирует результат не может, даже если вы поставите в церковь семь свечей Николая Угоднику. Субтитры создавал DimaTorzok